Гость сегодняшнего диалога Ильдар Шамсуддинов, генеральный директор компании Казмунайгаз Аэро, специалист нефтегазовой отрасли с опытом руководства в области торговли, развития бизнеса, логистических операций и заключения контрактов как в нефтегазодобывающих компаниях Республики Казахстан и Российской Федерации, так и в международных трейдинговых компаниях. Компания Казмунайгаз Аэро. С одной стороны приставка Казмунайгаз, с другой стороны Аэро. Можете рассказать, как они взаимосвязаны? Компания Казмунайгаз Аэро является специализированной дочерней компанией Казмунайгаз. Она была основана в 2014 году. Идея создания компании Казмунайгаз Аэро была такова, чтобы иметь в составе Казмунайгаз свою дочернюю специализированную структуру, которой будет заниматься авиатопливообеспечением. Позднее решением Совета безопасности нашей страны наша компания была наделена полномочиями по поставке авиатоплива силовым структурам. Еще позднее добавили другие виды нефтепродуктов. Это бензин, дизель, мазут. Соответственно, на сегодняшний день наш бизнес делится на две половины. Это поставка авиатоплива для рынка гражданской авиации и поставка нефтепродуктов силовым структурам. Это Минобороны, МЧС, Нацгладия, КНБ. Но так как идея создания была, что будет специализирована структура по поставке авиатоплива, возникла приставка Аэро. То есть, я насколько понимаю, в вашей компании имеет некоторую эксклюзивность получения и доступа к нефтепродуктам? Ну, имеет место быть такое мнение на рынке, но я бы сказал, оно, скажем так, это мнение на первый взгляд и оценивается участниками рынка, кто не рассматривает рынок как улицу с двусторонним движением. Я бы хотел обратить внимание на несколько моментов. Возможно, они поменяют это мнение и позволят относиться к этому немножко по-другому. В первую очередь, идея создания Казмонный Газ Аэро, то есть поставка авиатоплива Казмонный Газом на рынок через свою дочернюю структуру, это чтобы конечные потребители авиакомпании получали авиатопливо. То есть, чтобы это не уходило через каких-то посредников, а именно непосредственно получал конечный потребитель. Второе, это создание на рынке так называемого топливного оператора. Допустим, может быть, вы, когда путешествовали, ездили в командировку за границей, вы видели в аэропортах, там такие ездят машины специальные, которые заправляют топливозаправщики, на них логотипы нефтяных компаний, там приставки авиа, аэро, ну, за границей, допустим, Shell Aviation, ARBP, в России там есть Газпром нефть, аэро, Роснефть, аэро, Лукойл аэро. Но, соответственно, это все топливные операторы, которые занимаются авиатопливовым обеспечением, они в структуре вертикально интегрированных нефтяных компаний. И нам нужен точно такой же топливный оператор, у нас на рынке они сейчас отсутствуют, абсолютно. То есть у Казмонегаза такая идея, что вот Казмонегаз Аэро будет топливным оператором, и другие компании, увидев это, тоже создадут такой пул топливных операторов, у нас будут топливные операторы, что это даст рынку? Это будет конкуренция, это придаст импульс, это будет формироваться понятная, справедливая цена, и это будут сплошные преимущества для потребителей. Что вы подразумеваете под словом «справедливая цена» и, собственно, как это будет влиять в целом на рынок в стране? Ну, справедливая цена, мы считаем так, что у нас не должно быть дешевого авиатоплива, у нас не должно быть дорогого авиатоплива. Почему я так говорю? Потому что если у нас будет дешевое авиатопливо, нашу страну будет использовать как дешевую заправку своих самолетов. Опыты прошлых лет показали это. И грузовые авиакомпании, они будут использовать это как такой пункт для остановки, для заправки, и просто-напросто они потребляют очень много авиатоплива, они вымоют весь рынок, точнее, все авиатопливо с рынка. И для пассажирских, национальных и иностранных авиакомпаний авиатоплива будет не хватать. Если будет дорогая цена на авиатопливо, то мы будем терять транзитный потенциал. Авиакомпании будут смотреть, так, в Казахстане дорогое авиатопливо, полечу я, заправлюсь в соседней стране где-то. И все, и мы будем терять транзитный потенциал. Поэтому у нас должна цена формироваться по понятной цене от мировых котировок, каких-нибудь мировых агентств, которые присутствуют на рынке. Ну, а если говорить о сейчас проходящем казахстанском авиационном диалоге с участием международных экспертов, это очень интересная диалоговая площадка, но расскажите, какие темы в первую очередь будут подняты и какие преимущества это даст в будущем? Идея создания форума появилась следующим образом. Авиационное сообщество обратилось в Казминный газ с идеей проведения форума, диалоговой площадки. И Казминный газ через нашу компанию решил организовать такой форум, где соберутся все участники рынка, госорганы, чтобы обсудить имеющиеся вопросы. Какие вопросы будут там подниматься? Ну, в первую очередь, вот мы затронули вопрос по JET-A1, по авиатопливу. Мы еще не перешли на JET-A1, а уже мир вовсю обсуждает переход на биоавиатопливо. То есть это так называемая устойчивая авиатоплива, оно на английском языке звучит sustainable air fuel. Но это поможет уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу с использованием этого авиатоплива. И весь мир уже говорит об этом. И нам необходимо быть в тренде. У нас, к сожалению, еще мало кто знает про этот вид авиатоплива. Необходимо, чтобы международные эксперты, международные ассоциации, специалисты приехали и рассказали про это, обсудили. В Казмонной Газе это уже давно обсуждается, уже об этом говорят. Но люди вокруг, участники рынка, говорят SAF, ну это sustainable air fuel, что это такое. Мы еще на JET-A1 не перешли, но тут уже SAF. Это первое. Второе, мы хотели бы затронуть вопрос по переходу на JET-A1, потому что об этом постоянно говорят. Необходимо уже принимать какие-то меры конкретные, а не просто говорить. Третье, это затронуть рынок авиатопливого обеспечения, насыщение рынка авиатопливого обеспечения. Четвертое, это вопросы стандартизации. Что я хочу сказать по вопросам стандартизации. Мы используем РТ-ТС-1 по еще старому советскому стандарту 10.227.86, который был установлен в Советском Союзе. Мы до сих пор используем этот стандарт. То есть эти нормативы уже устарели? Ну, я не берусь сказать, устарели они или нет, но это старый стандарт. И, допустим, соседние страны производят авиатопливо совершенно по другим стандартам. Ну, допустим, Туркменистан, Асербайджан, Китай, Узвекистан уже выпускают авиатопливо, там синтетическое авиатопливо они начинают выпускать. Допустим, если мы будем использовать их авиатопливо, нам нужно применять их стандарты, но у нас нигде их стандарты не прописаны. Нужно сделать какую-то разрешительную систему, чтобы можно использовать эти стандарты. По международным меркам? По международным меркам. Тот же, если мы перейдем на JET-A1, но JET-A1 у нас уже прописан, его можно использовать. Но вот авиатопливо, произведенное в соседних странах, это вопрос стандартизации. Ну и в последнюю очередь, нужно иметь вот такую диалоговую площадку между участниками рынка и госорганами, где они будут обсуждать какие-то вопросы, решать проблемы, ну что называется, свереть часы. Да, ну и тем самым будет диалог не в вертикальном формате, а в горизонтальном, что крайне важно. Да. Ну а если перейти к такому философскому вопросу, который мы задаем нашим гостям, и самое интересное, получаем всегда разные ответы. Термин казахстанец. Если посмотреть словарь, то вы получите какое-то четкое определение. Но если копнуть глубже, как вы понимаете, сегодня термин казахстанец. Немножко неожиданный вопрос, такой переход. Но вы знаете, вот на уроке казахского языка мне запомнилась одна поговорка. Если правильно я только скажу, туган-жердей-жербалмаз, туган-ельдей-ельбалмаз. Для меня казахстанец, это прежде всего человек, которому будет не стыдно за свои работы и поступки перед своей страной, перед своим народом и перед своей семьей. Вот что я хочу сказать. Потрясающий ответ. Спасибо большое, что наше утро началось именно с этой беседы. И сейчас у вас проходит форум. Я желаю, чтобы он прошел успешно. И все поднятые вопросы и нашли свое логическое решение. Поэтому желаю вам успеха и хорошего дня. Спасибо. Рахмель. Рахмель.